Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вспомним, что же это за часть такая Можно грубо сказать, что история всегда присутствует там, где присутствует дух Или я скажу еще сильнее, что дух присутствует исторично, или дух присутствует исторически Громкое заявление, сразу говорю, что это так и не так Это так и не так Вот природа Вспоминайте наши занятия Вот природа Это тоже же некое присутствие духа, не так ли? Некая форма присутствия духа А именно и на бытие И на бытие духа Это значит, так же форма его присутствия А именно внешняя форма Отчужденная, как говорит Гегель Форма присутствия духа Однако в природе Для Гегеля нет истории Для Гегеля нет истории В природе Поэтому для него, например, невозможна такая формулировка Естественная история Вы помните, у Канта была такая естественная история Первая форма Канта Большая еще до критического фильма Была посвящена теме естественной истории Но для Гегеля, по сути, нет такой естественной истории Не может быть естественной истории У природы не может быть истории Природа статична Природа не исторична Значит, история, по всей видимости, начинается там, где дух Как вы знаете, возвращается к самому себе Возвращается к самому себе от своего имя бытия От своего имя бытия в природе Дух сознает себя в этом своем возвращении к себе И, значит, история непосредственно связана с самосознанием духа Я сказал, что дух сознает себя в возвращении к себе От имя бытия в природе Значит, история связана с самосознанием духа. И далее, возвращаясь к себе, как вы помните, дух освобождается. Дух освобождается. В первую очередь, от чего освобождается дух? Вот мы говорим постоянно о... Да, здравствуйте. Мы говорим о свободе, о освобождении духа. От чего освобождается дух? Ты точно знаешь, о чем это? Ну хорошо, ладно, я тебе расскажу. В первую очередь, от вот этих самых необходимых форм своего инобытия. От природы, в первую очередь, освобождается дух. От природы, понятой как необходимость. Мы противопоставляем свободу и необходимость. Правильно? Если мы освобождаемся, если возрастает наша свобода, если мы движемся к свободе, то мы движемся в противоположную от необходимости сторону. Уходим от необходимости. А с необходимостью Гегеля связана природа и на бытие. Там все необходимое. Там никакой свободы нет. Природа не свободна. Соответственно, вот та черта истории, которую я замечаю сегодня, она связана со свободой. Это по Гегелю шествие свободы в мире и во времени. Это цитата. Вот так он формулирует. История – это шествие свободы в мире, это шествие свободы во время. Это, соответственно, свобода в самосознании. Самосознание как освобождение. Свобода как освобождение. Смотрите, здесь нужно оттенки отличать свободу потребления. Есть свобода существительная, что-то статичное, что-то пребывающее. Видите, это не совсем так. Природа статична. Не так. Природа статична. И в силу этого она не свободна. А вот свобода у Гегеля понимается как освобождение, как процесс, как динамика, как движение освобождения. Как какое-то движение. Это и значит шествие. Гегелюбин употребляет слово шествие. Шествие – это движение освобождения. Ну, пока что подвесим все сказанное в качестве ориентиров, которые будут нам помогать двигаться дальше, и, собственно, двигаться. Значит, вся философия Духа у Гегеля пронизана философией истории, просто истории, историчностью. Шествие Духа к самосознанию и свободе исторично. Так или нет? Есть, к примеру, субъективный Дух. Помните о таком. Это первая ступень, это первая часть движения Духа к самому себе. Субъективный Дух. Значит, есть и его история. Если Дух сам по себе историчен, значит, некоторым образом, и субъективный Дух тоже историчен. Значит, есть и его история. История субъективного Духа. То есть субъективная история. Что это такое? Это возможно? Может ли такая история вообще занимать философиями? Философ, по крайней мере, философ Гегеля. По крайней мере, найти какое-то свое место философии Гегеля. Ведь философия, вы понимаете, на деле, она занимается чем? Она занимается идеей. Она занимается понятиями. Понятиями. То есть она занимается всеобщим. Идея – это всеобщее. Понятие – это всеобщее. Понятие стола одинаково относится ко всем частным индивидуальным иберическим столам. Вот представьте себе, что у какого-нибудь частного индивидуального иберического стола есть своя история. Ну, его сделали, его купили, его сломали и так далее. Вот это наша история, философская история. Философия занимается всеобщим. Вот едва ли субъективной истории есть место в философии. Попадая в философию, субъективная история будет становиться в необходимости объективной. Она будет терять свою субъективность, свою частность, свою отграниченность от всеобщего, свою индивидуальность в конечном итоге. А вот объективная – это уже настоящая история. Да? Казалось бы, объективная – это уже настоящая история. Пожалуй, это так. Это всеобщая история. Бигель подчеркивает, что он занимается всеобщей историей. Если вы откроете философией истории, он нам сразу скажет, что мы с вами поступаем занятием всеобщей историей. Всеобщей. Значит, субъективный дух, объективный дух – это ближе к нашей теме. А дальше что происходит? Что тогда происходит на высшей стадии, на стадии абсолютного духа? Как вы считаете, поведенцовый? Субъективный дух? Объективный дух – это абсолютный дух. Вот какая-то история может быть связана с абсолютным духом? Может и как-то история, историчность быть связана с абсолютным духом? Есть там история об этом абсолютном духе или нет? Что мы знаем об этом? Мы знаем, что движение вообще-то заканчивается на стадии абсолютного духа. Дух становится. Дух стал. Если он все это время в истории становился, то на стадии абсолютного духа он стал. Он стал в себе и для себя. По формулировке Егера. Он возвращается к себе. Или лучше сказать, не возвращается, он вернулся к себе. Он уже у себя. Он уже у себя дома, как Одиссей. Он вернулся домой. Уже Одиссей. Если история – это процесс такого возвращения, то с самим возвращением, когда дух вернулся к себе, история заканчивается. И вот возникает здесь знаменитый Егерский концерт «Конца истории». Я уверен, что вы у нас слышали, наверное, «Конца истории», потому что этот концерт потом возникал много у кого. Он и в XX веке возникал много у кого. Он и в либеральном, демократичном, американском XX веке тоже возникал у кого, например, у Я. Там тоже свой определенный конец истории. Немножко такой наивный, но тем не менее, конец истории. Значит, давайте сейчас подчеркнем те вещи, которые мы пока что выяснили. Субъект или субъективный друг, он подчинен философии всеобщей истории. Субъект подчинен всеобщей истории. Сама история есть, по сути, всеобщая и объективная. А на абсолютной, уже стали на последней, на треть, нас ждет конец истории. История закончится. Вот пока что вырисовываются такие немножко смутные линии, которые нам теперь надо с вами прочертить чуть более четко. Мы с вами часто говорили о том, что в своей философской системе Гегель последовательнее, даже, я бы сказал, предельнее всего, выразил те философские тенденции, которые бытовали в западной философии, начиная, ну, примерно, с нового времени. Хотя можно и дальше взять, а не с нового времени, можно общаться с самого начала философии. Гегель сам так считал, что вот с самого начала западной философии вся ее история подводила к нему, к Гегелю, к его учению. Поэтому он просто берет все самые важные тенденции, самые важные линии в истории философии и доводит их до электрологического предела. То есть философия, по необходимости, приводит к Гегелю. Вот так. Знаешь, мы называем эти тенденции, которые ярче всего выразились у Гегеля, как? Ну, по-разному их называем. Мы их называем рационализмом, например. Вот если брать отсылку именно к новому времени, то мы их называем рационализмом. Потому что именно в новое время появляются первые, крупнейшие философы-рационалисты, например, Декарту и рационалисты. Или же, с другой стороны, если брать чуть шире, мы эти тенденции называем идеалистами. Гегель у нас, получается, кто? Абсолютный идеалист. Он сам себя так называл, поэтому мы его не осказываем такими. Но, смотрите, с тем же успехом мы можем назвать эти тенденции как и другими важными терминами, которые хорошо бы знать, помните, как их ориентироваться. Это мы можем назвать субстанциализмом, от слова субстанция, помню, что есть такой важный философский концепт. Субстанция, особенно в философии нового времени. Или еще можно назвать эти тенденции по-другому, эссенциализмом, от слова эссенция, то есть сущность. То есть это философия субстанции или философия сущности. Почему я все это говорю? Дело в том, что подобная философия, казалось бы, крайне антиисторична. Вот субстанциализм философии, эссенциализм философии крайне антиисторичен. Почему? Это очень просто. Что такое субстанция или сущность? Это как мы определяем субстанцию? То, что меняется. В общем, да. Да, грубо говоря, именно так можно определить субстанцию. На это просто то, что меняется. Это нечто самодавреющее. Что значит самодавреющее? То, что имеет свою причину в самом себе. Субстанция – это причина самой себя. А все остальное не самодавреющее. Потому что все остальное имеет свою причину в субстанции. А субстанция имеет свою причину в самой себя. Кроме того, что самодавреющее – это еще нечто постоянное, нечто неизменное, как вы правильно сказали. Тогда как история, как мы понимаем, это именно изменение. У неизменной субстанции нет и не может быть истории. У так понятной субстанции нет и не может быть истории. Именно в силу того, что она неизменна, постоянно. Именно в силу того, что она причина самой себя. Что такое изменение? Как что-то меняется? Под воздействием чего что-то меняется? Под воздействием чего-то изменения. Что-то меняется, когда что-то причиняет этому нечто? Изменение. Это дает некий толчок к изменениям. А вот субстанции ничто, нигде, никогда, ниоткуда ничего не причиняет. Субстанция – сама себя причина. Ничто не может изменить субстанцию. Ничто не может ее двинуть. Она сама себя движет. Вот, кстати, если движет. Если движет. То, что меняется, то, что непостоянно, то, что исторично, в силу всего этого, всего мною перечисленного, до субстанциальности как-то не дотягивает до субстанции. Оно оказывается чем-то приходящим. То есть чем-то обладающим низшим несовершенным рангом бытия. По отношению к субстанции. Вот то, что меняется, обладает низшим рангом бытия. А то, что неизменно, вот это – высшим рангом бытия в субстанциальной философии. Несовершенным рангом бытия. Как, к примеру, воспользуюсь христианскими коннотациями. Как, к примеру, тварный мир. Тварный мир. Наш тварный мир. Сотворенный мир. Вот он меняется. Это изменчивый. И он несовершенный. Тварный мир несовершенный. Он не дотягивает до чего? До субстанции. А что у нас в христианстве, в христианской философии является аналогом субстанции? Что там субстанция? Ну понятно, что Бог – это субстанция. В данном случае совершенно синонимичная субстанция. И Бог – это субстанция здесь совершенно не важна. А вот то, что противоположно тварному миру, вот этой самой субстанции, то есть Бог – это совершенство бытия. Это совершенное бытие. Это полнота бытия. Это бытие, законченное в себе. А раз законченное, то нет никакой истории. Какая история может быть с чего-то, что в себе закончено? Кроме того, мы с вами знаем, что Бог – вне времени, вне пространства. Это вот греческий Бог – один из многих и многих греческих богов. Он – такой своеобразный Бог, несубстанциальный какой-то. Он во времени, он в пространстве. Он – тело, его голову. Им можно даже кровь пустить, как вы помните. Вот в христианстве не так. В христианстве все в другую. В христианстве Бог – вне времени. Субстанция – вне времени. А время – это история и есть. Это движение и изменение. Вот так вот получается. Бог или субстанция вне истории. Вот такая философия, о которой я сейчас буду речь. У нас стремится все несовершенное, все временное, то есть все историчное свести к чему-то совершенному, к чему-то вневременному. То есть к чему-то не историчному. Вот строго как спину. Вот так все, в принципе, и происходит. То же самое мы говорим и о сущностях. Сами сущности, они не меняются. Они не истории. Меняются только существования. Хочу заострить ваше внимание на этом моменте. Сущность и существование. Вот история – это существование. Или можно даже сказать, история – это существование в некой сущности. Полагается, что сущность – не история. Существование – некая сущность. В истории. Как, например, отдельный, частный вот этот вот «сторий». Это существование – некой сущности. Если мы с вами сейчас вставим на позиции полтонизма и представим себе, что есть некие невременные исторические сущности, то вот каждый отдельный эмпирический стол или вообще вещь, это предмет – это все существование, историчное, конечное и так далее, неких сущностей. А сущностей – нет. Вот это очень важное соотношение сущностей и существования. Но оно важно вообще для философии. Понимаете, философии, да? Вы можете много где это встретить. Начиная с Греции, через христианскую традицию, допустим, фанакийского, и дальше, и дальше, и дальше, через философию нового времени, вплоть давить специально. Вплоть давить специально. Соотношение сущности и существования. Это также послужит подразделом между классической и неклассической философиями. Вы знаете такое замечание – классическая и неклассическая философиями, да? Как вы видите? Где здесь подраздел? Какое соотношение между сущностью и существованием? Отлично. Ну, что привычно, да, да. В общем, чему отдаются некий приоритет в конечном итоге, можно так сказать, простить немножко картину. Потому что вне классической философии, например, против эссенциализма, наш любимый Жан Коль Сарто будет выступать, и он выдаст знаменитый свой тезис. Что там было у Сарто по сущности и существованию? Можете не помнить? Это известно. Мы говорили о том, когда. Ну да, тезис о том, что в человеке существование предшествует сущности. Вот теперь вы понимаете, о чем здесь речь? Существование предшествует сущности. А в эссенциализме вам скажут, что нет, это всегда сущность предшествует существованию. Сарто переворачивает картину большее существование предшествует. Слушайте, что это значит? Заметьте, речь о человеке. То есть это уже антропологическая, антропологизированная философия у Сарто. Это человеке. Он атеист, Бог его не интересует, вечные субстанции его не интересуют, и его интересует конечное бытие. Человек. И он говорит, что это человек в сущности. Что это значит? Это значит, что человек всецело историчен. Потому что всецело историчен. Нет никакого совершенного, целого, вневременного и внеисторического человека по сущности или по природе. Неважно. Нет всего этого. Человек историчен. Но это Сарто. Это уже 20 век. Пока что у нас классический эссенциализм. И он диктует нам свою картину мира и свои критерии истины в конечном уровне. Истина, эссенциалистская истина, она вне истории, она вне изменений. Она неизменна, она совершенно, она сущностна, она эссенциальна. История оказывается царством случайного, приходящего, конечного. А случайное и конечное – это вовсе не истина. Истина, она как-то до случайного. И вообще истины, до случайного дела нет. Можете себе представить. Есть истина, и нет дела до случайного. Но вот есть, например, истина. Моя любимая. Дальше не пошел в эти носки, но дважды вообще нет. Моя любимая истина. Вот ей нет дела до случайного. Совершенно никакого. Не так. То есть я, например, могу сесть и задуматься. Так, ребята, взять страточку и начать ущипывать. Дважды, два, четыре. Один, 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 один. Сколько вот их получается? У меня, может, не получиться четыре, не малое. Может, не выспаться. Может, у меня получится три или пять. Вот это исторично, это случайно. Это неинтересно, да? Истины до этого дела нет. Истина, эссенциальная истина дважды два четыре. Представьте себе, что где-то в эмпиреях каких-то идеального мира летает чудесная истина. Дважды два четыре. И нет дела до того, что я ошибся. Да. И нет дела до того, что я не ошибся. Даже если я правильно сказал, какая разница. Подумал я об этом или нет, как говорит Буссер. Все равно даже два четыре. Изразится. Нет дела до того, что случайно. Я считающий, мотиватизирующий. Я здесь случайно. Истинно меня не будет. Это значит, что за так понятой историей, за историей случайного, конечного, несовершенного, будто бы за неким занавесом, скрывается что-то действительно важное, что-то единственно важное, что-то пребывающее, сущностное, что-то, к чему можно и нужно свести всю историю, как несовершенное к совершенному. Как несовершенное к совершенному. Ну что ж, со временем, если говорить об истории, это философия. Из такого подхода ответвляется, образуется то, что мы называем философией истории. История начинает как-то плотно входить в философию, люди начинают они задумываться. Впервые, кстати, известный вам Гольтер придумал термон философия истории. Вот появляется философия истории. Что это такое? Нужно об этом сказать пару слов. В чем задача философии истории? Чем она занимается? Зачем она нужна? Ну смотрите, ее дело не запись или складирование каких-то простых, снудных фактов. Вот как мы факты на полочку складываем. Ее дело не это. Ее дело такая реконструкция этих фактов, заметьте, уже реконструкция, а не просто опись инвентаря, а реконструкция этих фактов, которая способна разуму, неким просвещенным разумом, с большой глухой. За случайное схватить необходимое. Увидеть за кулисами исторического процесса некие сущности, некий единый, совершенный и пребывающий смысл. Такой подход к философии истории делает историю осмысленной, делает ее истиной в конечном итоге, сводит ее к некоторой вне временной неисторочной истине. Представляете себе, очень легко, например, понять это разграничение. Гейгорь, кстати, отдельно говорит об этом в ведении к лекциям по философии и истории. Вот в чем их отличие. Вот, например, Геродот, Фуки-Дид, или на коннентации римские историки и так далее, это не философы истории. Вот они философией и историей не занимались, я думаю. Почему? Вот потому, что я сейчас сказал, да, потому что эти люди занимались историей как неким сбором, записью, описью, сохранением некоторых сведений. Вообще, слово «история», «история» греческая, оно имеет много значений, как вообще все, по-моему, греческие слова имеют много значений. Все эти нюансы, все эти значения нужно как-то постоянно учитывать, держать в голове, это очень сложно. Вот не в последнюю очередь, это самая «хистория», это сведения. Сведения, понимаете? Какие-то факты, какая-то фотография, что-то произошло. И что мы делаем с этим произошедшим? Записываем, да, сохраняем. И занимаемся в конечном итоге здесь явно не рефлексией, не осмыслением, не философией истории, а историографией. Историографией. Вот вам, пожалуйста, «хистория» как некие сведения, вот вам, пожалуйста, граффель, да, писатель. Пишем, записываем историю, не выискиваем какой-то тайной, скрытый смысл. Поэтому эти античные истории, они не совсем философы истории, они историю пропускали. И Гедель их называют, в принципе, историю. А в новое время уже появляются философы истории, которые начинают... Ну тут уж кому как больше нравится либо вычитывать, либо вчитывать. вычитывать, либо вчитывать, либо в историю какой-то смысл. Это не исторический смысл. Но такой подход, как вы понимаете, явно не лишён сложностей, или даже противоречий, или даже опорий, то есть непроходимых мест, непроходимых мест мышления. В чём сложность? В какой вопрос здесь вы можете рассказать? Очень простой – наивный. Это хорошо, что там умеет задавать наивные вопросы – очень философично. Да, есть такая философская наивенность, очень приятная. Она ена стоит философ. Хм, философ может себе позволить. Никто не может себе позволить наивностью, а философу может себе позволить наивностью. Я вообщеу, очень рад. Вопрос такой, а вопрос такой – свести историческое к неисторическому. Как это возможно сделать? Как возможно осуществить этот переход от исторического к неисторическому? Благодаря чему? Благодаря какой такой невероятной связке, логической или какой, может быть, энергетической, фактической связке, мы переходим от исторического, от конечного, неисторического, К бесконечному. Где переход? Очень непраздный вопрос. Иначе говоря, как вообще можно объяснить все несущностное и несубстанциальное движение истории через какую-то субстанцию, которая в самой истории не наблюдается, которая априори вне времени, которая априори вне истории? Как можно примирить эти противоположности? А это противоположности временное, временное и вне временное, историческое и не историческое или даже антиисторическое. Потому что субстанция просто неисторична. Можно сказать, что она антиисторична. Как можно их примерить, когда они никак не могут сойтись? Ну, конечное не станет бесконечным. И наоборот. Как это можно сделать? Вы можете много же взять конечное и добавить к нему еще сколько угодно конечного, а бесконечного вы от этого не получите. От сложения конечного не получается бесконечного. Опория. Это опория. Кстати говоря, вы должны здесь уже видеть дзеномовские опория знаменитые. В принципе, речь-то о том же самом. Как можно, прибавляя конечное, сколько угодно мало, дойти до бесконечного? А ведь по дзеному получается, что все на свете, самые увеличающиеся какие-то вещи, они завязаны на бесконечности. Понимаете? Шаг Ахиллеса, которым взбрело почему-то гоняться с черепахой, этот маленький шажок, в нем уже дана некоторая бесконечность. Понимаете? Шаг, как действие, как некоторое осуществление события в мире, это движение бесконечного. Почему? А вот строго похоже и зенома. Потому что, чтобы сделать шаг, надо сделать полшага, когда мы делаем полшага, мы делаем половину-половину шага, половину-половину-половину шага, и так далее, и так далее, и так далее. Сложение. Конечного до бесконечного мы не доходим. И удивительный факт. Чисто логический факт. Ахиллес не догоняет черепаху. Но абсурдно, не правда ли? Абсурдно, но так и есть. Если логический факт дел, если складывать конечное, значит, получается, все в мире, любой шажок воробьиный, а все это завязано на бесконечном. И всякий раз в мире должно осуществляться что-то, что больше конечного, что сверх конечного. Вот вам, пожалуйста, тезис Декарта о том, что каждое мгновение мир творится из небытия, возникает из пустоты. Вот, кстати, не только Декарта, у нас здесь уже действия вошли какие-то. Каждую секунду мир возникает из небытия. Это возникновение мира, из бытия – это движение бесконечного. Это прыжок. Это не имеет никакого отношения к конечному, к каузальному, к механике, к последовательности добавления. Довое, 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 еще одно, и сколько угодно можно добавлять. Но этот шаг, он метафизичен, он нефизичен. Физика у нас здесь, как и физика движения Ахиллеса и так далее, физика завязана на конечном. И она нам не объясняет, почему что-то вообще происходит в мире. Потому что, чтобы физика включилась в работу, и стала что-то об этом мире объяснять, должен быть проделан этот прыжок. Должно быть проделан движение бесконечного. Это физическое движение. Вот вам, пожалуйста, чудо в мире. Пахнет. Чудо. Это удивительно, но это так. Всякий раз тут приходится совершать так называемый метафизический прыжок. Знаменитый метафизический прыжок. Обычно это упрек говорит, что вот философ совершает метафизический прыжок. Но, правда, он слабый, потому что философу на то и философу совершать метафизический прыжок. Если бы от него этого не требовалось, то не требовалось бы и философии вообще. Не нужна философия, да? Если мы с вами завязываем только по физическим прыжкам, то мне нужен философ, чтобы объяснять физические прыжки. Философ нужен для того, чтобы объяснять метафизические прыжки. Это интересно, на самом деле. А все остальное мало интересно философу. Интересны другие люди, которые выщипывают. Шашки. Долистка и башки. Он же не объясняет, но это это чудо. Плохой философ такой, когда руковой считали. Ну, я плохой, но взгляд плохой. Это короче. Нет, да и великий сейчас, да и великий. И великий со сложнее, я великий, потому что великий здесь химпрость не соблюдает. Сейчас, секунду, да и великий. Метафизический прыжок. Вот этот переход в выводах и в следовании, который, по сути, ни на чем не держится. То есть, в смысле, ни на чем. На империи он не держится. На очевидностях он не держится. На, не знаю, органах чувств он не держится. Разве что на вере. Он держится, как у Киркегора, как прыжок веры. У Киркегора. Вот Киркегор он в вере в свои прыгал, совершал метафизический прыжок, как и герои его рыцарь веры. А кто? Ара, да. Ара. Вот он совершал метафизический прыжок. Прыжок абсурда. Ну ладно, если я сейчас начну об этом говорить, то я великий янодор. Прыжок веры. Ну ладно, маленький пример, чтобы надохнуть от сложных слов. Фильм такой был, помните, грандиозный, индиан-джонс. Какая-то из частей, последний, по-моему. Там такой был прыжок веры. Я часто, когда говорил об эгоистенциализме, я любил его приводить. Примерно, кто-то меня срезал, и слава богу, что есть такие люди. Правильно срезал. Чем-то на самом деле очень американский. То есть очень тагматичный. Дехтагматичный. Казалось бы, речь о том же самом, названии то же самое. Трыжок веры. И вот стоят вот несчастный, как поиск в эстону. И перед ним пропасть раскинулась. Бездна метафизическая. Бездна. Ну, в кеможном подавляете. Последнее испытание. Он до града забирается до какого-то. Ему нужно совершить прыжок веры. Он должен поверить, что он прыгнет и останется жив. Вот это жест кого? Это жест Авраама. Та же самая ситуация, которая заносит кинжалом. Несчастным сыном. То же самое. Ну, Индиана Джонсон же американец. Он все хитро устроил, прагматически. Он там песочком все посыпал. И вот, и органами чувств своих, чисто эмпирически, он видит, что дорожка скрыгая. Поэтому до веры дело не доходит. То, что они называют прыжком веры, это вообще цинично. Причем здесь вера? Нет, это прыжок знания. Он познал это все. Он современный человек. 20-й век. Наука уже развилась непомерно. Так что это все обманка. Не смотрите, нельзя учиться. А вот где фигура читается? Там не обманка. Там действительно прыжок веры. Там никто песочком ничего не посыпает. Представьте себе несчастного Авраама, который бы там какие-то колдорские штучки проделал. Он бы выяснял, так ли, так ли, можно заносить линжавы. Или лучше линадка. Авраам не прагматик. Авраам верующий человек. Авраам – это царя вера. Поэтому, как я говорю, настоящий прыжок веры, настоящий метафизический прыжок. И только вера, по сути, может перенести нас с берега конечного на не берегу, а безбрежье бесконечного. Но вера, понимаете, да, это все хорошо, это красиво. Но вера – слишком шаткое основание для рациональных построений, для рациональных, все-таки, москвителей. Мы же с вами сказали о рационализме. Потому что, ну, можно все объяснить верой, действительно, по правительству. Нужно все объяснить чудом. Но вот Гегель – это идуально устроил это. Гегель – из тех крепких орешков, которые все объясняют из разума. А вера не противоречит разуму. Но это не значит, что философу может успокоиться на вере. У него разум, разум, он должен все из разума объяснять. Поэтому нет состыковка, сложность прыжок камеры. Для Гегель – это была сложность прыжок камеры. Что же касается действительно исторического подхода к философии, который развился в полную силу только в XIX веке, то он имеет явно антисубстанциальный, явно антиэссенциалистский, если угодно, характер. Конечно, если мы существуем в истории, и разум существует в истории, человек существует в истории, то речи уже нет о неизменной субстанции. Нет ничего неизменного. Все становится, все меняется. И истины, получается, это именно исторические истины, это истины в истории, они меняются, они сменяют друг друга. Релятивизм. Потому что если истины сменяют друг друга, и что-то сначала не было истинным, потом стало истинным, потом опять перестало быть истинным. Хочется спросить, а где же истина? Почему это истина? Почему это истина? Исторично. Такой историцитский релятивизм. Одно не лучше другого. Во многом литшанский подход. Ниша во многом, таким образом, через историю тоже, он релятивизировал этот мир сущности. Нет никакого мира сущности. Это исторические конструкты разума. Не более того, они сменяют друг друга в истории и будут сменять. Именно поэтому громкое заявление, ниша, которое открывает дорожку всей новой классической философии, что нет истин или нет фактов, не столько интерпретаций. Интерпретация истины. То есть истина, интерпретация, которая выдается за истину. Это не факт, это интерпретация фактов. Релятивизм. Это вот 19 век, это уже после Гиггера. Но, с другой стороны, такая история, так понятая история, это лучшее, или, может быть, одно из лучших орудий против классической метафизики. Ибо такой подход камня на камень, конечно, не оставает от всех домыслов относительно вечного, неизменного в мире или вне мира. Ибо, конечно, это очень хорошо понимал, ниша противник метафизики. И вслед за ним упомянули многие другие противники метафизики уже из 20 века. Ученики, да, у них нишаансы французские в основном. Но это все потом. А сейчас, в данный момент, я об этом во всем говорю для того, чтобы указать на очень своеобразное место Гигеля в этом споре, ну, условно, скажем, субстанциалистов и историцистов. Назовем это так. Ну, нам нужно, ладно. Между собой назовем спор субстанциалистов с одной стороны и историцистов с другой стороны. Вот где здесь место Гигеля? Гегель-то на какой стороне? Или, может быть, он ни на какой стороне? Это не уже свойственно быть ни на какой стороне. У него всегда своя сторона, он уже где-нибудь. Да, безусловно, с одной стороны Гегель-субстанциалист. Мы это знаем. Есть у Гегеля понятия субстанции? Да, пользуется он понятиями субстанции? Да, безусловно, есть такое понятие. Это одно из основных понятий Гегеля, одно из опорных понятий Гегеля. Он, в этом смысле, конечно, субстанциалист. Мы это знаем. Он говорит о единой и вечной субстанции, о основе мира. Но, тут я говорю, он очень странный субстанциалист, такой очень необычный, такой очень, что ли, не классический субстанциалист. Субстанцию он принимает, но не безоговорочно, не в чистом виде, не так, как это было у классических философов, вроде спиноза. Для примера скажу, что субстанция Дегера и вовсе не то же самое, что субстанция Успеноза. Напомню, что Дегер говорит о том, что субстанция должна быть понята именно как субъект. Субстанция должна быть понята как субъект. А Александр Гожев потом в 20 веке уже скажет, что это ворота, главные ворота в философию Дегера. Если вы продумали и думали до конца, если вы поняли, что значит субстанция как субъект, то с Дегерем по существу у вас больших трудностей уже не возникнет. Потому что там все на этом держится, вот на этом теннице. Но не в последнюю очередь находились тоже так, действительно, хотя они, наверное, в одной, есть еще другие теннице. Но не важно. Субстанция должна быть понята именно как субъект. Что значит как субъект? Какой субъект? Что такое? Субъект. Субъект бывает где? Субъект действия, в первую очередь. Субъект движения. Субъект изменения. Вот такая субстанция, понятая как субъект, она должна преодолеть дуализм классической философии, должна преодолеть указанные нами противоречия между историческим, неисторическим, временным, невременным, конечным, бесконечным. Я сказал, что здесь явное противоречие и даже опоре. Как нам это? Примерить, что нам с этим делать? А вот, например, делать то, что делает Геггер. Вести очень любопытный концепт. Субстанция, субъект. Субъект, субъект. 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 Хорошее средство для преодоления дуализма. То есть, у Гегеля должны примириться или синтезироваться то, что субстанция, да, субстанциализм и история, и историзм, они должны синтезироваться в философии. Как, в конечном итоге, всякие противоречия должны синтезироваться с точки зрения диалектического подхода. А диалектический подход – это, собственно, знаете, Геггерский. Подход диалектикой здесь призвано разрешить древний философский спор в очередной раз. Вот так себя видел Геггер. Вот на таком месте в истории философии он себя видел. На таком синтезирующем месте. На месте этакого арбитра, этакого судьи, который примеряет какие-то несовершенные и ограниченные историко-философские точки зрения. Он с ними работает. Он понимает, что так быть должно. И он знает, как с этим быть, как это примерить, как это синтезировать. У него для этого есть метод диалектический метод. Арбитра. Вот так происходит. Субстанция Геггера, субстанция понятая как субъект, она не статична. Она обладает самодвижением. Она динамична. Как необходимо динамичен переход под в себе к для себя. Вы помните, что движение субстанции, это движение под состояние в себе, анзий, х для себя. Субстанция стала в себе и для себя, анзий. Друзья, вот в той мере, в какой это вообще переход, то, что я говорю, переход, процесс, шествие, как говорят, шествие в себе, как для себя. То есть от, прочее говоря, несамосознательного состояния в себе, несамосознательного состояния, вот камень в себе, понимаете? Камень в себе покоится, не сознает себя камень, не сознает себя покоющимся. Вот из этого состоит переход к для себя. А для себя это самосознание. Это в конечном итоге мы с вами замечательный хороший пример для себя. Мы с вами для себя, мы сознаем себя, в этом наше отличие. Вот в этом мы все, собственно, самосознание от нас отличают от камня. Ну, не обо что, но такое отличие и есть. Да, история оказывается не вне субстанции. Мы уже не можем так уверенно заявлять, что в субстанции есть нечто совершенное. Что такое совершенное? Прочитайте иначе слово. Совершенное, завершенное, оконченное. Мы же не можем сказать, что субстанция есть нечто совершенное. А история, по сравнению с ней, что-то несовершенное, что-то случайное, что-то в конечном итоге неважное. Нет. История у Дегеля как-то сущностно связана с субстанцией. Нет субстанции вне истории и без истории. Как и наоборот, нет истории вне субстанции. Ведь тогда, если представить субстанцию вне истории, по-спеназински немножко, тогда она не будет уже в себе и для себя. Она не будет самосознающей. Не будет в сознании. Субстанция не будет самосознающей духом. Духом. Значит, для Дегеля в конечном итоге она вовсе перестанет быть субстанцией. То есть историзм оказывается одним из важнейших двигателей философии Дегеля. Не просто важнейшим двигателем философии Дегеля, а важнейшим двигателем движения духа. Движения, шествия, развития духа. Потому что я уже напоминаю, что философия Дегеля – это не просто какой-то умозрительный конструкт. Это некая вот тоже запись. Это некая феноменология. Вот как она есть на самом деле диалектически. Дегель это, как мне дается, наблюдает и записывает. Такой глупакой. Дегель просто фиксирует то, что происходит. А что происходит? Движение духа. Происходит движение духа. Вот так он считал. Да? Бизионер. Видел что? Записывал. Вот это надо отметить особо. Да? Субстанция Дегеля – это уже не совсем субстанция Спинозе. Или вообще субстанция философии, скажем, 17-го века. Самой-самой классической философии, которую можно себе представить. Именно потому, что она не отрицает историю движения, а необходимо включает их в себя, как сущностные, ну или существенные свои моменты. Вот, значит, не такой уж гигель классик, как нам хотелось бы считать. Не такой уж гигель классик, только точно об этом говорят. Ну хорошо. Значит, процесс, движение, время, история – я в данном случае все это перечисляю. Все это особенно характерно, как я сказал в начале, для момента именно объективного духа. Объективного духа. В его восхождении к духу абсолютному. Да? А для природы, повторяю, нет времени и нет истории. Вот такое шествие духа к самому себе, как к абсолюту – это шествие свободы, как говорят герина. И в то же время это разум или шествие разума. Вот так вот это можно понять. Шествие духа, шествие свободы, шествие разума. Очень удобно. Все шествует как бы одним и тем же движением, в одном и том же движении. История разумна – это важнейший тезис. История разумна – вот это для гегера главное. Впрочем, сразу скажу, тут нет ничего удивительного. Ничего удивительного. И если мы вспомним о тезисе «О тождестве бытия и мышления», помните о тезисе «О тождестве бытия и мышления?» Мышление торжественной бытии. Это один из важнейших тезисов для гегера. Вот по этому тезису оказывается, что все разумно. История тоже. Если история как-то входит во все, то и она разумна. Еще раз. Тожество бытия и мышления. Нужно это переначать и простым языком сказать. Все разумно. Да. Все разумно. Для гегера все разумно. История тоже. И философия истории возможна только в том случае, если история разумна. Да. Как и вообще возможна только разумная философия. Поэтому, когда видите где-нибудь, не знаю, куда там смотрите, и вам там рассказывают, что вот, мол, иррационализм философский, не верите. Да. Как возьмем фруктуку. Не верите глазам своим. Лошадь. Обманывают. Нет такого. Это абсурд. Иррационализм. Философия. Это чушь совпадает. Это деревянное желето. Просто написано. Иррациональная философия – это деревянное желето. Философия – это мышление. Иррационализм. Иначе говоря разум. Да? Только разумная философия. Или философия разумного, а не неразумного. Так. Философии неразумного быть не может. И как можно вообще говорить разумом? Мы в философии говорим разумом. Да? И из разума. Говорит о чем-то, о чем угодно. Не превращая это что-то в формы самого разума. Как можно в формах самого разума говорить о чем-то, что вне формы этого самого разума? Это абсурд. Это противоречие. То есть, к примеру, ну как можно говорить о чем-то, не делая из этого некую форму разума? Как можно говорить о чем-то, не делая это в форме говорения? Вот я проще скажу. Как можно говорить о чем-то, не в форме говорения? То же самое и с философией. Как можно думать о чем-то, не в форме разума? Да? Как можно говорить о чем-то, не говоря, вне речи, вне слова и так далее? Как высказать молчание? Занимает меня этот вопрос. Это абсурд. Это абсурд. Тут нужен где-то физический прыжок. Крыжок вверх. Как можно, например, мыслить хаос? Если мы с вами мыслим упорядоченно. Если мыслим, то упорядоченно. Если мышление – это форма, а форма – есть некий порядок. Как нужно вообще мыслить хаос? Мы мыслим порядком, посредством порядка. И поэтому всякий хаос в нашем мышлении о нем по необходимости превращается в космос. Хаос для нас – это просто некая форма космоса. Некая форма порядка. Хаос превращается в порядок. Ну и так далее. Примеров тут можно много привести. Сами можете повеселиться и придумать такие примеры маленьких абсурдов, невозможностей. Действительно, да, все разумно. Для нас все разумно. В той мере, в которой мы мыслим, все разумно. Да, вот тогда мы не мыслим, тогда все что угодно. Вроде бы, но когда мы мыслим, все разумно. И действительно, тогда и история, конечно, тоже разумна, как и все остальное для разума. А философия – это дело разума, а не чувств, имя рук и так далее. Все для разума разумно. И именно потому, что оно для разума. А все неразумное по необходимости остается где-то вот за пределами разума. Вне зоны добства этого самого разума. Потому что, конечно, с Гегелем сложно не согласиться. Наверное, хочется просто из чувства какого-то противоречия такого задора юношеского пылка. Хочется, но не получается. В данном пункте совсем не уходит. У меня уж точно может у вас получится. И заявление о том, что он, где насильственно, как сказать, уразумливает мир, уразумливает действительность, историю – это, конечно, достаточно наивное утверждение. Вот наивный в полком смысле не смысл этой замечательной философской наивности, а вот в другом смысле. Разумно. Все разумно и история разумна. Итак, хорошо. Субстанция как субъект. Первое. И второе. Тожество бытия и мышления. Вот вам и он. Третья самая. Это основание для философии истории. Главное основание для философии истории. Тогда история у нас оказывается историей становления мышления или сознания, или истории самосознания, истории самосознающего духа. А история самосознания есть вместе с тем история освобождения. В карте мы это хоррелируем прекрасно. Самосознание и освобождение. Мы осознаем себя, тем самым мы освобождаемся, становимся свободны. Наша свобода в сознании заключена. Явно не в теле, а в сознании. И все их прекрасно понимали, и Канты прекрасно понимали. Безусловно, свобода – это сознание. Во вне сознания свободы, наверное, заканно так. У Гейера немножко не так. Ну хорошо, поэтому, смотрите, периодизация всеобщей и всемирной истории у Гейера есть также периодизация ступеней освобождения или ступеней свободы. Ступеней, конечно же, сколько? Кто угадает? Три. Уже устал до этой шутки, но не могу. Три. Три ступеньки самосознания, три ступеньки освобождения. Значит, номер один – первая ступенька. Как она формулируется в Гейере? Формулируется следующим образом. Свободен только один. Свободен только один. Ну, красиво. Главное – понятно. Свободен только один в первую ступеньку. Что это такое во всемирной истории, во всеобщей истории? Это Восток, говорит Гейереререререререререререререререререререререререререререрверов, Ну, это видно. Это видно. Примитивный Восток. И это восточный деспотизм. Что такое восточный деспотизм? Это когда свободен только один. Свободен только деспот. Да и то, знаете, есть возражения на этот счет. Как у меня так и у Мегля. Да и он, прямо скажем, свободен как-то странно. Это не совсем свобода, понятая по-легельянски. То есть это не совсем свобода разума. Я лучше сказать, это вообще не свобода разума. Вообще не свобода разума. То есть не свобода в собственном смысле этого слова. Это произвол. Произвол. Произвол неравен свободе. Понимаете, в чем дело? Только подчинен произволу, он подчинен чему-то другому. Произвол это не тогда, когда я разумно и автономно определяю себя к некоторому действию или к некоторому поступку. Нет. В произволе я вполне себе рад. Вполне себе рад. Произвол на поводу у страстей, у низменных желаний и всякой прочей гадости. Делаю, что хочу, одним словом. И сам черт мне не брат. И так далее, и так далее. Это мнимая свобода. На деле все то же самое рабство. Рабство у страстей и инстинктов. Ну, почти что животное состояние. То есть мнимая свобода. Да, вы свободен только один, а я добавлю от себя до итог не свободен. А вот так вот нужно обозначить, что это первая ступень. Свободен только один, до итог не свободен. Восточный диспансер. Это очень просто. Это первая ступень. Вторая ступень. Что вы думали? Куда мы сейчас с вами попадем? Давайте совершим некоторое путешествие. Звучит в следующем образом. Свободны некоторые. Свободны некоторые. Давайте рассказывайте, где так. Или свободны некоторые. Исторически. Если на Востоке был у нас свободен только один, но и тот не особенный. Свободны некоторые. Это античный мир. Так называют велики. Античный мир. Свободны некоторые. Это Греция и Рим. Да, точно. Греция и Рим. Где действительно исторически достигнут какой-то очень большой прогресс свободы. Это правда. И он шествует вместе с прогрессом политики, политического, этического, в конечном итоге философского самосознания. Уже философского. Понимаете? То есть здесь мы сталкиваемся со свободой разума. С разумной свободой. Вот этот вот аристократ греческий, он свободен не так, как в этом детском восточном. Это не произволка. Это свобода разума. Это свобода исходя из разума. То есть уже, уже свобода. Да, прогресс. Веник. Уже свобода. Здесь я уже не могу сделать такую саргастическую оговорочку, что свободы некоторые прийти не свободны. Нет, свободны. Некоторые, но свободны. Зато это очень важно. Это большой прогресс. Прогресс самосознания. Вот что произошло в Греции. Прогресс самосознания. Ну, и в то же время здесь еще не ясно, поверью, что человек свободен сам по себе. Понимаете, в чем? В чем? Человек свободен сам по себе. Как таковой. Вот этой мысли еще нет. Свободны некоторые. Свободны немногие. А именно, какие? Достойные люди. Люди, обладающие чем? Я сказал достойным, значит, достоинством. Аретой. Чудесное, прекрасное слово. Опять же, с уймой значения. Очень емкое. Ну, непереводимое, по сути. Аретой. Чем отличается свободный человек в Греции от всех остальных? А у него есть арета. Если у нас нет арета, то мы свободные люди. И с нами нужно делать все, что угодно. Это будет справедливо. Это по заслугам, если у нас нет арета. Что это такое? Ну, сложное слово, да. Включает в себя и доблесть, и благородство, и годность. Некоторую годность, гимнность, да, как в украинске. Он просто один из моих любимых учителей, Анатолий Ильянович Архутин, так на радостях в Киев смотался жить. Выпросили с ним, переписывались недавно. Он рассказывал про эту гимнность. Какое прекрасное слово. Действительно, четкая параллель с арета. У нас нет такого емкого слова, потому что у нас много разных слов, которые будут какой-то один из оттенков этого понятия воспроизводить. Ну, доблесть, да, но доблесть – это еще не все. Достоинство – это еще не все. Дельность, умелость какая-то, да, тоже еще не все. У нас много разных слов. А вот годность, ну, может быть, годность близко, да. Ну, как-то мы особо с вами не пользуемся этим словом годностью, да? Мы так не говорим. Годно. Ну, если говорим, то имею в виду, что это другое дальше. Ну, просто, да, ну, как хорошо. Мы не включаем всех этих коннотаций. А вот там есть гимнность, замечательная, которая примерно синонимична арета. Примерно… Что? Годность. Я сказал «годность», да. Годность. Как тебе угодно. Как тебе угодно. А при чем? Я сказал «нет, как тебе угодно». Это то же самое, что и произвол, да, как тебе угодно. Как мне вообще? Поступай, как хочешь. Ну, это не свобода. Это неразумная свобода, потому что человек, обладающий ареты, гибностью, он не поступает как ему угодно. Он поступает по разуму, да? Там по достоинству, по годности, по нему пересвоению. Ладно. Ну, я не смогу превратить… Это слово гражданства. Что еще? Гражданство не имеет разума? Нет, нет. Здесь не играет. Гражданство – довольно узкий термик, все-таки политический. Много всего сразу по философии, этику. Нет. Гражданство. Гражданин – нет. Гражданин – это не тот кто. Гражданин – это некий статус, да? Это политический статус, который действительно может получить тот кто-то, кто обладает аретой. Но сначала аретой надо обладать, потому что ты будешь хоть хоть какой-то гражданин. Понятно, что если у тебя ареты нет, то ты и гражданин не будешь. Судьба твоя, в общем-то, предрешена. В локте клуб и прочее. Занимайся делами вообще. Несуйся. Так что нет. Гражданство – это что-то другое. Ну, хорошее слово «дельность». Мы знаем. Дельность тоже может быть. Дельность. Вот у нас не ассоциируется же, например, «дельность» с… С зачем? С «здоростью». Правильно, «дельность» и «допрость». Реально. Ну, вот ведь. Так что… Нет у нас такого слова и не приходится с разумством. В благородствах. Ну, зависит от как-то благосостояния. Идти, допустим. Благородство. Благоузводы. Происхождение. Не надо родиться и не надо сам себя сделать. Нет, это бы сошло, но у нас не сойдет. У нас в благородстве семьи немножко с другими… Немножко сначили. Немножко сначили. Немножко сначили. А у меня там точно… Нет, там все просто. В 19 веке, в 18 веке неважно. Аристократия наша русская. Там все как раз идет от вашего происхождения. И если у вас такое происхождение, то вы будут обязаны. Тот, тот, все. Негодность и все же такое. Насилие – это именно от происхождения. Это не совсем ваши личные качества. Это как некое знамя, которое вам надо нести и не опозорить его. В 19 мы уже стали опозорить активы. Поэтому все и закончилось. Ладно, я говорю, прошу. «Арета» – прекрасное слово. Рекомендую вам его запомнить. Это важно для понимания греческой истории, философии, да и вообще просто любопытно. «Арета» – свободны лучшие в античном мире. Свободны лучшие. То есть «Арисус» – лучшие свободные. Поэтому это аристократическая свобода. Свобода для лучших. У нас еще не было порядочности. Порядочность? Порядочность. Вот совсем что нет. Совсем что-то мещанское. Порядочность. Порядочный человек. Порядочный. А если в развертку пойду? Не знаю. Не знаю. Порядочность мы не умирать. Хотя хочется быть порядочным человеком. Но не только. Хочется еще каким-то. Нет, это минимум. Такое прожиточное. Ну, это прожиточное минимум. Это прожиточное минимум, чтобы в каталажку не могли забираться. Чтобы тебя уважали. О-о-о-о, нет. Чтобы тебя уважали, надо пить много. Это не поменяется. У вас все плохо. Чтобы другую получать. Я это минимум. Я имею ввиду. Я имею ввиду. Это еще не свобода. Порядочность. Это еще не свобода. Порядочность. Порядочность, значит, как-то не высохло. Стоит очередь. И вам нужно так голос его приносить, чтобы она не особо выдавалась. Вот. Порядочность. Очень советская. Порядочность, это на кого вы можете на разведку пойти? На кого нужно в полагону? Ну вот, разведка. Моя любимая разведка. Да. Так много о чеках говорили. Какую разведку? Ладно, мы с вами зашли снизу. Свободу лучше всего будет. Ну аристократическая свобода. Греческие аристократы, обладающие ареты, обладающие свободой, они все-таки, как вы понимаете, всем обязаны чему? Да рабство. Почему? Которое всецело их обслуживает. Которое дает им быть такими, создает им условия для того, чтобы им быть такими. Свободные, аресты, гимны и прочее. Есть уже определенное поле условий, в котором позволяет это делать. Между прочим, по справедливости. Дракство по справедливости. Это вот Христоска. Всем они обязаны этому своему рабству. А прежде всего чем обязаны? Важный момент. Тем, что называется веществом схоле. Схоле. Вы понимаете, что вот тут школа. Школе. Что такое схоле вообще изначально? Досуг. Свободное время. А зачем нам досуг и свободное время? Ну явно не праздно шататься, если мы обладающие ареты. Чтобы заниматься, чтобы упражнять ареты. Чтобы ходить в гимназии. Заниматься там гимназикой. Чтобы ходить куда? В академию. Или в реке. И заниматься там философией. Заниматься науками. И прочее, и прочее. Ходить на гору. Заниматься там политикой. Гражданскими делами. Мы можем себе все это позволить. Заметьте. Никакой праздности. Мы работаем над собой. Но мы работаем над собой только потому, что у нас есть схоле. Свободное время. Досуг. А почему у нас есть схоле? Потому что у кого-то нет схоле. Вот там вот. На поле. У кого-то отсутствует схоле. Да. Рабство. Безусловно. Есть рабство. И это рабство некоторым образом обслуживает свободу. То есть свобода на этой ступени зависит от этого обслуживания. От этой обслуги. От рабства. Я сказал. Свобода зависит. Уже странная свобода, которая еще и зависима. Которая в чем-то помимо себя нуждается. Понимаете, в чем дело? Тоже не совсем это апофеоз разума. Не совсем это автономия. Если я для того, чтобы быть свободой, для обеспечения своей свободы, нуждаюсь в чем-то, что не я сам есть. Если мне нужно что-то, что вне меня находится, то я уже не особенно свободен. Тоже ограниченная получается свобода. Лучше, чем на Востоке, безусловно. Гораздо. Но очень ограниченная тоже свобода. Она ограничена именно рабством. Здесь рабство ограничивает свободу. Причем, заметьте, оно ограничивает свободу свободу. Дело не в том, что рабы и в рабстве. Тут сама свобода. Свобода ограничена. Существование. Существование. Существование рабства. Очень жаль. Рабовладельческий стой. Как сказал бы. Цель началось бы. Рабовладельцы. Плохие люди. Зато у нас есть третья ступень. Здесь уже часто оптимизм у нас встречается. Исторический оптимизм. Прогресс. Я уверен, вы прекрасно понимаете, к чему дело идет. И вот оно туда пришло. Как это формулируется? Погадайте. Свободны все. Ну, они могут танцевать, если это как-то не вредит разумной свободе. Они могут танцевать. Но свободны все. Да, он выглядит так. Свободны все. И это христианство для Гегеля. Свободны все. Это христианство. Ну, такое своеобразно понятое христианство. Потому что для Гегеля, патриотически наскорбленного человека, это германский мир. Германский мир. То есть христианство по-настоящему развивается для Гегеля именно в германском мире. Знаете, исторически он не совсем заблуждается. Да? Потому что христиан-то гоняли, 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 а потом Рим пал. А поднательством кого пал? Рим. Понятно. Кого? Германских плен. Это дело, что христианство стало развиваться в полную силу, набирать свои исторические обороты. Действительно, германский мир. Ну, сложно поспорить. Да, звучит, конечно, странно. Но германский мир, условно. То есть начинается христианство явно не в Германии, но развивается по-настоящему. Именно в так называемом германском мире. По-моему, это так вообще и странно. Германский мир. Что такое вообще германский мир? Куда мы взяли? Германский мир? Там огромное количество малых государств, сути, говорю, малых племен каких-то, но не сухой. Многие так это называют. Вот здесь история приходит, ну или приводит кого-то к осознанию того, что этот человек свободен. Человек свободен. То есть сам по себе. Вот он просто свободен, потому что он человек. По природе своей, по сущности. Вот человек с большой буквы свободен. Понимаете? Понимаете? Не один какой-то, не некоторые какие-то. Человек сам по себе в силу того, что он человек свободен, обладает свободой. То есть уже на высшей степени разума. По понятию своему. По понятию своей. По идее своей. По идее человека. Человек с большой буквы. Как всеобщая. Как идея человека. Человек свободен по своей идее. Человек как всеобщая, а не как частная, а не как индивидуальная. Вот в чем самое главное. Вот и выходит то, что мы уже видели с вами в прошлый раз. Свобода. Свобода индивида. Это что-то несовершенное и малое в сравнении со свободой всеобщего. В сравнении со свободой идеи. То есть свобода это всеобщая. Не индивидная. Всеобщая. Индивид свободен, потому что свободен человек вообще. Да, не наоборот. Индивид свободен просто потому, что свободен colocar вообще. То есть он свободен по своей сущности. А что такое его сущность? Человек вообще. Не он личный. Свобода индивидов, хоть члены на свободе всеобщего. Поэтому свобода индивида это не совсем полная свобода. Да? Она совершенно свобода. А совершенная всеобщая. Оно уже видит, что высшая форма такого всеобщего, объективном духе для века это государство вот где высшая форма реализации свободы человек как такового свободы по понятию по идее всеобщества да мы уже говорили сделали нужные нам выводы и особенно возвращаться если что можно прекрасный пример здесь привести как всегда литературу вспомните замечательную трагедию антиклона эта иллюстрация это очень речь чем физически трагедии в чем здесь трагедийность трагедийный мотив в чем конфликт в чем опория а вот это же самое есть индивидуальная а есть всеобщая всеобщая конфликт индивидуально всеобщий с одной стороны в чем индивидуальный частный интерес брать погибли брать это частный интерес это брать это маленькая это мое личное дело лично это мои личные чувства частные всеобщего дела нету а мне есть это мои чувства я хочу их похоронить с почести это мое дело и возникает конфликт со всеобщим потому что всеобщие диктует что нельзя этих людей похоронить с почести нельзя потому что всеобщие распоряжается иначе всеобщие как что как некая власть как некое государство как некий царь и тогда вот конфликт индивидуально всеобщего как поступить трагический трагический экзистенциалист явно не гигиенский трагедия она не по гегелю построена как правило трагедия построена по экзистенциализму больше трагедии на самом деле но не суть для гегеля понятно какой выбор надо делать для гегеля понятно какая свобода свободнее но понятно какие равные равны для него это ясно в таком споре необходимо выбирать всеобщие конечно истинно всеобщим свобода за всеобщим не за честно переворачивать все наоборот вот почему история как шествия свободы это вовсе не история субъективного духа это история именно объективного история всеобщего а не индивиду индивид с его личной истории не так уж важен для истории духа чего бы он там не хотел своим частным образом своим частным интересом своим частным хитрость разума и прост разума все равно заставить его выступать так как того требует общее движение духа странах хитрость разума выправляет все свои воли индивиду все равно всеобщая корректирует движение историю что там не происходило какие бы индивидуальные они не были всеобщие корректирует хитрость разума все равно история будет разума все равно она будет такой какой то нужно разум и так далее вот здесь у егера появляется важное терминологическое развлечение трудно уловимое русском языке развлечение импровиденное которое потом закрепилось в немецкой философии в немецком языке вот различая такую частную историю с одной стороны с другой стороны всеобщую историю терминологически с вами поделили различаем историю историю как историю да как ну бегер это будет делогрательная история это частная история индивидуальная история отдельная история не всеобщая история или можно сказать так историшь и историческое можно добавить то потому что тусккального только исторического добавляют только историческое только вот наша с вами историческое часто deux 풀 점 took Это с одной стороны. А с другой стороны, он противопоставляет этому историю как дешихте. Это замечательное слово, которое закрепилось. Дешихте. И особенно у него дешихтехе. Тоже историческое, но тогда уж просто историческое. Или так, сущностно-историческое, чтобы нам различать. Вот есть только историческое, это частное, а есть сущностно-историческое. Историческое по сущности своей, на самом деле историческое. Сложно. В русском это одно и то же слово. История. Вот в чем проблема. Как можно изучать как-то надо. Ну, как правило, чаще всего в переводах как делают. Просто указывают немецкое слово. Но иногда переводят, как я сейчас сказал, с такими приставками всякими своеобразными. Или только историческое, или сущностно-историческое. Мы не понимаем теперь, о чем идет речь. Вот такое вот различение важное. Только историческое и сущностно-историческое. То есть, возвращаемся к антигонию. Вот поддаться своему частному интересу, воздать должное своим почившим братьям, это только историческое. А вот поддаться чему? Всеобщему, духу, разуму, государству, свободе, в этом смысле, настоящей свободе, а не нашей какой-то там, настоящей свободе, это будет сущностно-историческое. Ну, довольно просто. Вот, значит, индивиды со своими историями, со своими страстями не так уж важны всеобщие истории, не так уж важны дошествия духа. Ну, все равно это шествие как-то их перемет. Вот точно. Вот на что направлена атака эстенциалистов, и, собственно, вот о чем говорит Сарта, когда указывает, или, не знаю, манифестирует, что у человека существование предшествует сущности. Вот он устраняет сущность. И, соответственно, он устраняет сущностно-историческое. Нет для Сарта такого сущности исторического. А есть вот только историческое. В том-то и нашей трагедии. Мы обличены на только историческое. Это наша жизнь. И в только историческом мы обладаем существованием. Мы существуем, в первую очередь существуем. И уже в нашем существовании мы делаем себя такими. Ну, какими делаем? Вот в чем весь фокус эстенциалистов. Это значит, что у человека нет всеобщего вопроса. Нет природы. Понимаете? У человека нет природы человека. Никакой. Фиксированной. Эстенциально. Нет человека с большой буквы. Вот того, как мы говорим. Но человек таков, то есть он обретает в своем существовании такую сущность, какую захочет, какую сам сделает в своей истории. Но здесь тоже нужно понимать аккуратно, какую захочет. Как правило, никакую захочет. Какая сделается. Какая получится, такая и будет. Но в этом-то есть пафос ответственности по Сарту. Если наше существование предшествует сущности, то мы ответственны за все, вообще за все, что происходит. За каждую сущность. За любую нашу любовь. Мы полностью овесы. Хороший пафос. Папа хороший. Со своими трудностями, со своими противоречиями. Ну, есть смысл. Может быть, для кого-то из нас гораздо симпатичнее, чем все, что Гегель говорит. Не знаю. Без разницы, что я считаю, или что. Ну, там в слухах скажу, что я симпатичный. Очевидно симпатичный. Ну, ладно. У Гегеля все-таки тоже есть исключение из вот этого правила. Из правила, что индивид не важен, в общем-то, для всеобщего. Потому что индивид не важен. Есть исключения. Эти исключения – это так называемые всемирно-исторические личности. И великие исторические личности. Вот эту тему Гегель очень любил. Любил эти личности, великие исторические личности. Вы знаете. Ну, какие? Такие, как Александр, да, Александр – великий цезарь, Наполеон. Вот там самые частные примеры у Гегеля. В чем тут исключения, так сказать, как вы считаете? В чем тут исключения из правила? Почему они исключения? Что должно произойти вот в этом соотношении сил, частного и всеобщего, чтобы исключения появились? Довольно просто. Это такой интересный момент. Возникает в связи с этими великими историческими личностями. Когда частное просто совпадает со всеобщим. Совпадает. То есть так получилось. Почему цезарь великий? Почему это великая личность? Да просто по той простой причине, что то, чего хотел лично цезарь, того хотел и дух. Такой был момент истории, который было нужно тогда исторически. И так сложилось, что именно этого хотел и лично, частный, индивидуальный цезарь. То есть он попал. Здесь как бы человек попадает в дух. Индивидуальное попадает во всеобщее. Происходит какая-то вот стыковка такая, совпадение, респонданс такое происходит замечательно. Как попадает строго. Очень хороший момент, когда такое происходит. Все мы прекрасно понимаем, насколько это красиво, чудесно корреспонданское. Корреспондируют здесь индивидуальные всеобщие. Попадают друг друга. И вот здесь и происходят самые важные исторические скачки на моменте этой корреспондански, на моменте этого совпадения. Ну, это действительно так, да. Что-то очень важное должно было произойти в тот момент, когда Александру Великому захотелось продемонстрировать всему миру свою силу, волю, свое желание, свои амбиции и так далее. То есть так должно было случиться историческим. Цезарь, когда решил всем продемонстрировать свои амбиции, так должно было случиться историческим. Ну, и Наполеон, конечно, тоже. Вы помните, как я не любил Наполеона. Мировой дух на белом коне. Да, это хорошая метафора, просто потому что она смешна. Хотя бы, что она не смешна. Мировой дух на белом коне. То есть, Наполеон, это же индивид, это просто человек, участие человека. У него свои какие-то там мыслишки. Но в то же время это мировой дух воплоти. Мировой дух воплощенному в человеке. То есть, как бы, мировой дух этим человеком творит историю, как орудие, да, посредством этого человека творит историю. Да так еще, что и сам этот человек хочет того же самого. Вот, мировой дух на белом коне. Ну, и посредством Гейгера, конечно, тоже творил историю, как известно. Был Наполеон, с одной стороны, практик. А был Гейгер, с другой стороны, теоретик, мудрец. И вот в этих двух персонажах, в этих двух личностях, в мировой дух развернулся на полную боготушку тогда, как это нужно было, в XIX веке. Вот, великие исторические личности. Люди, которые свое частное сливают с необходимыми. Хотя, опять же, займем недистанциальную позицию. Посмотрим на них. Это же разбойники просто. Кто это? Что это за люди вообще? Это же убилицы, грабители, насильники, негодяи. Плохие люди. Тоже, может быть, подчиненные своим страстям. А чем, кстати, волстолюбие? То есть, не страсть. Скажите, пожалуйста. Амбиции по обладанию кем-то, чем-то, да еще больше, 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 чем это не страсть. Вот еще какая страсть, да? Это, может быть, великая страсть, самая великая страсть. Почему бы нам не осудить этот распрод? Почему бы нам не закрыть глаза на эту трехрядную лудику мирового духа? Потому что не в этом дело, что мне до мирового духа, что мне до него нет дела. Вот Гегель мне говорит, что не в мировому духу до тебя нет дела. А я говорю, что у меня нет дела до мирового духа. И иду читать камеры. Да, вот это исключительно. Вот такое соотношение частного и всеобщего в истории получается. Частное есть только историческое, как я сказал. Всеобщее есть сущностно-историческое. Иногда они совпадают, почему бы и нет. То есть, история как таковая, она сущностно-исторична. И поэтому нет ничего удивительного в том, что высшая точка развития абсолютного духа Именно государство. Да, это логика совершенно неслания. Конечно, разумеется. Если всеобщее выше частного, конечно, государство выше. Каждый момент, да, уж сам. Устанавливает государство, да. Всеобщее неизмеримо важнее частного. Вот Аббер Камин. Аббер Камин, наверное, еще долго и порно прервался. Но его можно понять. Ему можно посочувствовать. Но, с другой стороны, Гегель тоже нужно понять. Посочувствовать, не знаю, нужно. Может, и не нужно. А понять его можно. Да. С строгой, подсоской, понятиемой, логической точки зрения. Замечательно. Хороший философ. А Камину вообще за философом не считает. Но он чем-то хочет своими сочувствиями. А Гегелю сочувствовать не хочется. Ну, что произойти. Да. Хорошо. Ну, мы можем понять и Камю, и Гегеля. Ну, в конечном итоге, нам не надо с вами ничего большего. Я думаю, как завещался Пенотов. Как завещался Пенотов? Да. Не плакать, не смеяться, не отворачиваться. Ну, понимать. Давайте не будем отворачиваться. А Гегера будем понимать. Ну, хорошо. Ну, стоит ли отдельно отмечать, что в своей философии истории, так и вообще в своей философской системе Гегель сохраняет, скажу об этом на несколько слов, все излюбленные свои христианские предпосылки. Да. Это вообще здесь полно христианских предпосылок. И я еще раз вам повторяю, что все эти намерки на то, что Гегель – это куда больше теолог, наверное, чем философ, они отчасти староправды. Вот что это перед нами такое, если не шествие… Да, шествие. Шествие спасения. Что это такое, если не шествие спасения? Понятое как шествие свободы, как шествие зуб. Спасение есть освобождение. Вот в чем дело. Спасение – это освобождение. И мы без труда с вами можем увидеть даже в этой исторической периодизации Гегельской, какие запорные моменты именно христианской истории, христианского понимания истории, да, есть грехопадение как начало истории. Грехопадение – это начало истории, как вы знаете, да? Вот что есть такое грехопадение? Что это такое, если не падение в инобытие, да? Грехопадение – это падение в инобытие, то есть в отчуждение, в конце концов, да? В неподлинное бытие. В инобытие – это неподлинное наше бытие. Грехопадение – это падение. Это падение в природу, падение в рабство, в нашу зависимость, в зависимость от чего? От страстей, от инстинктов, в наше природное, так называемое, естественное состояние. Грехопадение состоит. Чего-то забывает свою свободу. Тогда состояние, условно говоря, восточное состояние, так по Гегелю, вот это состояние, когда свободен только один, да и тот не свободен, вот это самое настоящее грехопадение, это самая настоящая ситуация грехопадения. Но оно начинает историю. То есть оно необходимо. Потому что оно начинает историю. Ибо с момента падения начинается движение восхождения, возвращение к себе, спасение и освобождение. Человек, с точки зрения христианства, упал в огрех свое имя бытие. Но он должен спастись. Он должен вернуться к себе. А что значит для христианства «к себе»? Что значит «к себе»? «к самому, к настоящему себе»? «Кот такое я?» «Кот такое я?» «Да к Богу, да?» «К Богу, да?» «К Богу, к единому. «К духу». «К конечному. Нет, это не подлинное». Во мне подлинное – это божественное. К нему-то мне и надо вернуться. Мне нужно в нем спастись. И в нем мне нужно освободиться. Как это близко? Просто об этом и там же. Начинается шествие освобождения, да? Начинается шествие освобождения. И оно пересекает этот важный этап, когда свободный некогда. Античный этап. Какой второй важнейший момент христианской концепции стоит? Ну, что Христос, да? Приходит. На Античный этап. А его пришествие, что это такое? Это очень важный, важнейший момент истории, да? Важнейший момент освобождения всех. Пришествие Христа – это важнейший момент освобождения всех. Человек как человек, человек по сущности своей. И теперь все во Христе, во Христе могут спастись. Все во Христе могут стать свободными. «Облажаемый нищий духом, мы их Царство и Небесное». Что это значит? То и значит. То есть, кто был никем, тот станет всем. Тот освободится и спасется. А именно освободится и спасется в чем? Во всеобщем, в истине, во Христе. Христос говорит, что всеобщая истина. Кто это? Государство должно прийти. Потому что ничего придет. Пока Христос пришел. Завтра государство, вам кто сразу будет. Ну мы чувствуем, к чему это идет? Мы это пережили все, кстати. Да, наверное. Прошло и это все. Да, прошло и это. Остаемся со своей только историей. Вот так он говорит. Но тем не менее, пока давайте в этой логике нам двигаться. Мы в другой логике еще надвигаемся своими, устаем на эту точку. Мы всеобщем спасаемся. Вы всеобщем освобождаемся. Вы истинно. Вы христиан. Конечно, мы не имеем в виду. Христос – это всеобщая. Что такое Христос? Это Локос. Христос – это Локос. С большой буквы. Это слово, которое стало плотью. Слово, которое стало плотью. Это Христос говорит. И вот мы переходим к этапу, когда в христианском мире, в истинно христианском мире уже, в германском христианском мире, и тут уже, пожалуйста, в таком государственном христианском мире, спасаются все, освобождаются все. А что дальше происходит? Что дальше? Ну, в том-то и была цель истории. Цель истории была именно в этом. Исшествие свободы, освобождение всех, полная свобода в духе, это цель истории, и, соответственно, полная свобода в духе, это конец. Конец истории. Достигнув свою цель, история должна закончиться. Правильно? Есть как? Достигнуть свою цель. Она должна закончиться. И только цель – двигатель истории исторического развития. И здесь Дебе выше степени телеологист. У него телеологический строг, подход. Телс – цель, через цель. Цель – двигатель. То, что впереди двигатель, а не то, что позади двигатель, как механицист. То, что впереди, очень эристотический момент, хороший момент, то, что впереди тянет к себя, все остальное, тянет к себе, притягивает к себе, да? Как? Взрослый – это цель ребенка. Взрослый – это цель ребенка. Взрослый – притягивает к себе ребенка, да? Поэтому взрослый, парадоксально, но вот так логически, по-разному, он изначальный ребенок. Потому что ребенок должен стать взрослым. А взрослый – это, как бы, идея сущности ребенка. Ну, да, ребенок, получается, здесь-то не до взрослого. Ну, в европейском мире очень долго так считалось, что в 19-го, что ребенок – это просто не до взрослого. Нет такого понятия в детстве. В детстве открыли поздно. У нас очень интересный момент, когда детство стоит открывать. И как его стоит открывать? Несчастные дети. Представьте, через Фрейд, через все будет. Столько сразу навешали на бедных детишек. Еще одну причем не любить Фрейд, да? Да, телеологист, гея. Все для цели. Все существует для цели и ради цели. Цель достигнута, и это конец истории. Больше ничто ее не движет. Да, ничто не движет в истории. Ничто не запускает ее. Понимаете? Цель запускала, теперь ничто не запускает. Цель достигнута. Это возвращение духа к себе, к его пребыванию. В себе и для себя. Да, конец. Все для цели. И всякое содержание апогеев, это уже такой важный момент из его логики. Всякое содержание апогеев, оно оправдано только в момент целого. Вот вам, пожалуйста, тезис о том, что частное подчинено всеобщем-то необходимости. Потому что всякое частное, всякое содержание, момент, элемент, не важно, частичка. То есть это оправдано только из целого, только с позиции целого. Мы с вами, конечно, говорим. Все, все. Любое, любое. С позиции целого. Вот я сказал цель, я сказал целое. Вот снова занимательное предрасловие, которое мне очень нравится. Цель и целое. Цель и целое. Целое и цель. Где одно переходит в другое. То есть целое есть цель, а цель есть целое. Это, по сути, одно и то же. Что такое цель в становлении духа гегелевского? Что такое цель? Это целое. Целое. Дух, завершившийся в себе, ставший неким целым. Это же и цель. Ну вот да, в этом свете и правда выходит, что индивид не так уже значительно. Он оправдан не самим собой. Он оправдан не самим собой, он оправдан целью и целым. То есть я вот здесь присутствую, будучи оправдан не своим присутствием, не самим собой. Не потому что вот он я, и я якобы некая цель в себе. Ну красиво звучит, но поверили в себя не так. Нет, я оправдан тем, что я как-то встроен странным образом, думаю очень незначительно, в цель в целое. Вот у этого все, да. То есть я как часть целого и как некий момент движения к цели, я заканчиваю все так. Я и могу быть оправданным. А без этого я, видите ли, не оправданным, да. Без этого я существую как бы в долг. И получается так. Цель и целое. Да, вот конец истории. Конец истории — это цель и целое. Ну да, хочется спросить, конечно, у нас же тут свой какой-то шкурный интерес. А когда? А когда конец истории? Когда мы уже в календариях отмечаем? Ну вы понимаете, на самом деле шуточный вопрос, шуточный и неправильно поставленный. Потому что на этот вопрос ответить едва ли можно? Мы можем только сказать, что если у истории есть цель, да, если у истории есть цель, то у истории есть и конец. Вот так можно сказать. Вот это вполне философское утверждение. Но утверждение, что конец истории — это, например, завтра, ну почему бы не завтра? Или там 25 декабря 2017 года и так далее. Вот это уже не философия. Вот в философии такие вопросы ставить некорректно и давать ответы, наверное, тоже не очень правильно. Да? Не философия — это уже предсказательство какое-то, вот. Ясновидение, какие-то великие магические силы, которые философу не по зубам. Да? Хотя есть такие персонажи, которые совмещали в себе и философский талант, и предсказательство. Большое какое-то. Вовременную асфальтную память, например. Он уже расписал все. Вы загляните, может, за какой-то игрок не читать, вы карту посмотрите, там все расписано. Где? Где 1200-й? Будет то-то и то-то там, то-то и то-то там, он все увидит. Осталось только подождать и проверить. Ну, я верю в Шпенклеров, потому что он был талантливый. Не знаю, не знаю. Хочется верить хотя бы. Там про нас с вами очень смутно сказано. Поэтому я не могу сказать. Еврософия уже закатилась. Он нам свободу оставил? Ну, не знаю, не знаю. Он нам оставил мало что. Он нам оставил вот это мое излюбленное выражение — равнинная душа. Каждый день просыпаюсь и просыпаюсь одной мыслью. Я равнинная душа. Привет, равнинная душа. Я говорю себе, глядя в зеркало. Ну, правда, равнинная душа. Что это значит? Не спрашивайте. Я не знаю. Это странно. Равнинная душа. Что это значит для меня? Господи, я что-то хоть другой не такой. Равнинная душа. Ладно, Шпенкер, когда-нибудь о нем обязательно поговорим, потому что очень люблю это делать, он очень интересный. Да. Это все предсказательства, конечно. И Гегель никогда не говорил, что конец истории тогда-то и тогда-то. Может, вы этого не найдете, он строит все-таки излишний философ. Хотя кто-то его понял вот так. На деле же он говорил только о цели. Это подважнение, что если есть цель, то есть и конец. Хотя по определенной группе можно сделать вывод, что до цели мы уже практически сдались. Вот в лице меня Георгий Гегель, а не меня, Георгий Гегель, я играю просто. С одной стороны, и дух мирового на коне, то есть Монапарта, с другой стороны. Мы – это уже некие предвестники, да, как вы говорите. Мы – предвестники цели какой-то, что цель она уже здесь, что разум завершает свое самосознание, познание самого себя в философии. Философия – высшая точка знания самого себя абсолютного духа в конечном итоге. Философия в Гегель завершается, завершая свое шествие. И в Наполеоне тоже как-то. Ну, видите, не совсем так вообще. Не совсем он попал. Но, опять же, он не ставил четких ориентировок, когда нужно ждать конец истории. Нет, у него все это. Можно его понять вот так вот, что на нем действительно должен конец истории осуществить. Ну, потом, в XX веке уже возникали другие концепции конца истории. Разные, более интересные, не менее интересные. Ну, вот, на мой взгляд, то, что у Фукуяна там было, менее интересные. Пусть невероятно неинтересные. А вот что интересное – это Кажев. Хотя я к чему говорю? Это я говорю о том, что мы с вами… Давайте расстанемся с ними. Ну, расстанемся или не расстанемся? То есть не совсем расстанемся. Потому что с ним лично мы расстанемся. Но со следующего раза, раза этих два, мы с вами поговорим вот об этом самом Кажеве, который, на мой взгляд, безумно интересен. Ну, вот я так зря говорю. Это вы посмотрите сами решите, интересен он или нет. Вот это очень важный гегельяец для XX века, как вы знаете, человек, который знакомил, просто считаете с нуля, всю французскую традицию того времени, всю французскую философию с Гегелем. И Гегелю все эти господа, включая того же самого саду, который он способствовал свою бутылку дорогу, вот они знали гегелячей из Кажева, в интерпретации Кажева. А у Кажева очень своеобразная интерпретация Гегелем. Очень своеобразная, да? Не совсем то, что мы с вами… о чем мы с вами говорили все это время. Ну, об этом тогда в следующий раз мы поговорим.